Что такое эго? Почему из-за него мы противопоставляем себя миру? Всегда ли оно мешает или есть ситуации, в которых оно полезно? Как и какими способами научиться обходить эго других людей и своё при взаимодействии друг с другом? Вы задали очень хороший вопрос, потому что у нас... Я сейчас как раз пишу книжку, где будет описано множество наших разных эго. У нас с вами есть эго, которое мы обретали в течение первого года своей жизни, когда формировали наше внутреннее интеррецептивное «я». Это нашу самость, которая испытывает боль, которая испытывает страх. Такое совсем примитивное наше существо, которое возникает из нашего внутреннего ощущения и физического взаимодействия с окружающим миром. За это отвечает островковая доля. Туда сходится информация про то, в каком состоянии мы физическом находимся. И если оно не бьётся, это состояние, с тем, какое нужно для жизни, это островок Райли начинает безумствовать. И вот это наш такой, как говорят, животный страх, или острая боль, вот это, собственно, островок. Дальше у нас есть с вами второй мир, второй «я», который связан с миром, который мы создаём внутри самих себя. Мы только думаем, что мы находимся в мире видимом. Я вас вижу в цвете, в формах каких-то и так далее. Но на самом деле это просто моя зрительная кора воспроизводит это. А я приписываю вам качества, которыми вы не обладаете. Ну, даже как бы пространственными и так далее, какими угодно. И у нас есть второе «я», это мир, в котором мы живём. Такой умвельт, в рамках которого мы ходим с таким «я» нашего мира. И в нём есть что-то красивое, что-то некрасивое, что-то вкусное, что-то невкусное и так далее. Это тоже наше «я», которое реагирует. Если нам дали невкусное, наше «я» говорит «о-о-о-о». На самом деле нет вкусного и невкусного. Оно всегда очень индивидуальное. Я ненавижу устрицы. Это просто пример того, что это разное. Дальше есть «я», которое у нас возникает как результат нашего противоставления себя другим. То есть это наше протестное «я», которое возникает в возрасте трёх лет. Я вам сейчас рассказал год. Я первого года жизни, я второго года жизни, я третьего года жизни. Дальше наши «я» ещё больше и больше развиваются и увеличиваются. Поэтому у нас на самом деле очень много «я», которые психикой формируются для того, чтобы в очередном жизненном контексте себя обнаружить. Вы даже уверены, что у кого, например, есть дети, вы знаете, что такое «я» родительство. Оно очень специфическое. То есть вдруг есть существо, которое как-то иррационально на тебя воздействует, и ты с ним как списанные торбы. С чужим ребёнком три минуты после этого так. Цигель-цигель, чего, дитёв, заберите его отсюда. Правильно? Со своим так и не возникает. Ну, это всё имеет основания. Я сейчас не рассказываю про какие-то гипотетические, это понятно, окситоцин и так далее, запахи специфические. Ребёнок источает запахи, которые твой собственный, которые на твоё бровновское тело направляют тебя в нужном ракурсе. Ну, если, конечно, что-то там такого другого не нарушено какие-то. Это тоже бывает по-разному, мозги устроены и у родителей, и так далее. Ну вот, значит, это... Поэтому этих «я» очень много. Значит, когда мы говорим про эго, с которым надо бороться, значит, я думаю, что в этом случае это эго, которое организовано внутри нашего мира интеллектуальной функции. То есть у нас с вами есть физический мир существования, ну, я сейчас упрощаю очень, да, а есть вот то, где мы постоянно находимся в идеях всяких разных. Что хорошо, плохо, то, пятьдесят, там случилось, надо ли себя инвентаризировать, не надо. Каждый ваш вопрос из этой истории, да. Значит, и мы в этот момент проживаем ложное существование. Потому что нам кажется, что в мире интеллектуальной функции мы мыслим. На самом деле мы бровновское тело, которое движем абсолютно... И о чем там все духовные учителя учат, вот эти йоги и прочее, они говорят, что вы должны перестать как бы мыслить. Ну, должно быть чистое сознание, вот чистое. Это что такое? Это вы не мыслите, как бы, да? Значит, но если вы есть внутри этого мира интеллектуальной функции, этого сознания, вы не можете не мыслить, потому что вы уже броновское тело, которое толкается соседними мыслями. Что скажет княжна Мария Алексеевна, или там, что еще, пятьдесят, и куча всего, да. И вот это я, оно самое эффективное, потому что это, ну, чистый галлюцинос. То есть у нас есть с вами вот набор мемов, которые мы усвоили, которые создали у нас определенный способ разговора о самих себе. В конечном счете, внутри собственного сознания, вы разговариваете только о себе. Даже если вы разговариваете там с другими, ругаетесь, например, с кем-либо своим начальником, со второй половины, там, думаете, что вы скажете своему ребенку, своим родителям и так далее, вы разговариваете сами с собой, да. То есть это абсолютно, ну, как бы, бред такой, ну, если объективно смотреть на это. Вот, и вот это я, ну, конечно, это самое, а мы с ним себя в большей степени идентифицируем. Мы понимаем, что у нас есть вот это интеррецептивное я в момент, когда кто-то подходит с бензапилой. Оно у нас, как бы, актуализируется только по важному случаю, так сказать, угроз для жизни, да. Значит, когда у нас мир начинает, это, наше я мира начинает как-то странно себя функционировать, тоже это редко, это надо напиться, и будет двоиться, и вы будете думать, это одно или два, вот, и так далее. Тоже, ну, как бы, это картинка, так сказать, устойчивая и прочее. А вот, то есть они все не страшные, ну, вот эти я, которые, а вот это, которое, родительское я не страшное, оно тоже активизируется по случаю. Есть ребенок, у тебя активизировался, а вот это с вами постоянно ходит как тень, и постоянно вы с ним перешептите, там внутри вашей головы перешептывается вот это все. Ну, вот, ну, это безумие. Ну, как бы, смысл? То есть, что вы таким образом там, ну, как бы, пытаетесь, ну, а что это было? Вот, ну, вы сутками напролет, в блуждании, вы, вот это, когда дефолт всем включается, вы начинаете там шептаться с собой, шептуны такие, вот, сказали, вот, я опоздаю, сейчас не приду так, вот, я поеду, не еду, вот, ну, кто там, с кем, ну, вообще просто, это какое-то безумие, вот. И вот его бы, конечно, хотелось как-то, ну, привести в чувство, вот. И я не к тому, что надо отказываться от любого, там, эго, там, и такое, и так далее, но вот от этой странной фигуры внутри нашего мира интеллектуальной функции, конечно, нужно отказаться. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок